всем привет сегодня как и обещала я делаю видео о комнате моей дочери так что пойдемте все наверх и я вам покажу и надеюсь вам будет интересно вот сейчас я сижу в ее комнате на ее диванчике ребенок в школе не знает что происходит у нее в комнате съемки так что но я не думаю что она будет против потому что чтобы эту съемку провести я ей дополнительную уборочку здесь сделала так что которую обычно я и не делаю но она обрадуется что теперь все окончательно на своих местах и она будет это ценить и признательно за это будет так что вот так я вам расскажу что эту комнату я переделываю ей уже третий раз с тех пор как могут здесь 10 лет в этом доме живем сначала она у нее была фиолетового цвета как хотела она не очень нравился получается 4 цвета я уже меняла это было недолго это было всего год потом она решила что она хочет такого желтого цеплячьего цвета поменяли снова на этот на другой цвет потом она захотела комнату принцессы я и покрасила все такой очень красивый но не был персиковый но он был такой я вставлю фотографии и вы увидите какой был цвет и она хотела кровать с кенопи чтобы она как принцесса там было еще по бокам у нее были такие красивые картины которые это уж сама нарисовала никогда не подозревала в жизни что я умею рисовать я все таки взялась за эти картины нарисовать и я вам ставлю фотографии потому что у меня вообще папа он художник и у него образование художественное и он у него талант он умеет рисовать и он владеет карандашом у него все получается ну и маслом ничего у меня особого такого образования нет ну попробовала и что нарисовала не конечно непрофессиональная картина но для комнаты моей дочери было все подходящее ей нравилось так что вот так две картины и там нарисовала из которых сейчас уже нет и на них закрасила они были из диснеевских мультфильмов одна справа а вторая была просто из моей головы потому что я хотела ей написать с этими картинами саму и овата рейнбол и справа я бы написала джимс кантру это переводится как так что где-то позади за радугой ваши мечты сбудутся ну вот такая песня есть до того чтобы написать дело и не дошло а картины остались такая история нас картинами с этими но вы их увидите я не хвастаюсь как было так было были две картины в каком состоянии она у нее долго была вот такой края с такими розоватыми стенами и вас кенопи картины были с первого дня вот это кенопи добавилась над кроватью где-то через три года как вот мы сюда заехали и потом у нее долго было вот так а потом я переделала вот в эту комнату и эта комната у нее вот этим цветом у нее она уже сейчас будет это два года когда мы купили все здесь было белое стены белые и вот то что вот видите вы сейчас я покажу то что вот внизу вы видите такого сероватого цвета этого не было это мы сами попросила карпентера это плотник он добавил вот эти все молдинги как они знают как по-русски называются все вот эти деревянные вот эти планочки и и сначала у меня были там рамочками покрашены все по-другому было а потом это я все сама так придумала том я так сделала так что вот это все это я добавлена вот эти панели снизу это было добавлено это вот комната какая расскажу почему чем она была inspired какая цель у нас была нам обоим нравится цвета тифани тифани это вот ну вы знаете ювелирные там магазины такой продают красивая и у них вот этот цвет то что у нее на стенах тифани и я говорю давай сделаем тебе вот это тифани бокс из шкатулки тифани вот такой цвет на стенах она обрадовалась вот ну и и далее если бы всю комнату тифани сделать не добавляя внизу вот этот панель она бы была очень мне кажется такая детская и трендовая и устанешь от нее быстро поэтому нужно в моем представлении что-то тон-даун что успокоить эту комнату чтобы она не была слишком чтобы она не была слишком такая легкомысленная так позади вы меня видите фотография это я купила случайно в тиджи максе в магазине сейчас я буду показывать все-все-все-все это вид венеции я счастлива отведу от себя камеру и вы будете все видно гораздо лучше ну вот так вот сейчас если заходим то вот так вид я вам сейчас расскажу все по порядку почему и как я выбрала но стены вам объяснила почему я так сделала что хотели мы вот этот цвет от тифани далее здесь у нас я купила его такой вот диванчик и он с атаманом идет и то что на диванчике вот такая вот я сшила чехол на диван чтобы когда они садятся с подружками они они там бывают и ногти красят так далее и он по цвету подходит чтобы они не волновались если они вдруг там что-то испортит не дай бог так это так здесь у нас картина ведь венеции то что ей очень нравится потому что венеция это ее любимый город не то что он любимый то что ей очень понравился когда мы в италии ездили так что вот случайно нашла и классно получилось здесь у нее столик которым она делает там небольшие такие уроки и действительно она здесь уроки делает вот так ну что у них писать много не надо они в основном на компьютере или здесь она делает или она вот на диванчике сидит здесь такой стол я купила и такой классный мне нравится он типа из акрила сделан такой сейчас отойду покажу вам он прозрачный очень удобный кстати вот здесь у нее так такое зеркало интересное нашла зеркало если кто будет спрашивать кто в америке живет пьера уан импорт и еще другим я делаю людям комнаты соседям такие же зеркала они просили я им тоже такие заказала зеркала и далее здесь у нас кровать кровать я купила в потери барн мне нравится такая кровать она тканью обида задняя стенка далее чтобы вот эта вот юбка которая под кроватью это я сама сшила белая кто-то нам отдал знакомый один отдал вот эти там были такие белые шторы совершенно белыми их вешать некуда было они были хорошем состоянии короче я из них шила вот такую дескрут ну что качество намного лучше чем если б я в магазине купила именно такой хороший толстый материал красивый дальше и чуя тут сделаю вот эти вот лампочки это ее изобретение и это я считаю так что если ребенок хочет себя выразить нельзя ей сильно препятствовать так что она меня просит что-то я нравится эти лампочки рождественские это не мое добавление это то что она хочет ладно дальше что вот эти вот шторы по бокам я купила если кому интересно сети макси они я их не шила они льняные значит белые посередине а по бокам они такие там виды франции так далее то что я думаю подходит хорошо к ее теме ну вот у них такое красивое окно я вам покажу заодно вид на улицу то что пока у нас есть возможность потому что у нас скоро выпадет снег и ничего не увидите там справа синяя до круглая это трамплин там девчонки прыгают подружки так далее здесь у нас такой цветничок небольшой то что там синий закрыта такой брезентовая штука это у нас там нарубленное дерево которую муж закрыл чтобы она не гнило дальше лес 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 сейчас ничего красиво но летом красиво ну что и вот этого поваленного ничего не видно дальше покажу там тоже такой цветник а вот это что зеленым закрыта это у нас там бассейн вот такого размера не сильно такой маленький не сильно большому вот такого размера так непонятно но у нас земля идет дальше там вот через эти деревья и так далее можно конечно это все чистить но это очень очень дорого вырубать деревья но уже где-то тысяч пять туда в хлопали и до сих пор вон сколько деревьев осталось еще надо что 2020 истратить чтобы вот если это все вырубить и но очистить этот лес вот так здесь но вы видите что ну дальше давайте повернемся сюда здесь у меня такие картины я привезла их из петербурга балерины мне очень нравится красивая я хочу чтоб у нее перед глазами каждое утро было что-то такое красивое здесь у нас такой сейчас я пойду здесь у нас такой диванчик это диванчик раньше он вообще его родной цвет он такой желтоватый такой золотистый ну что под ее ту комнату он так подходила а это я сшила на него на него такой чехол из остатков ткани которые я сшила людям шторы с бубенчиками как вы сказали так что вот так ее комната сейчас я вам интересно покажу что то так ну вот еще раз посмотрите сюда вам показать красивую люстру которую я купила вот такая люстра у меня потолок у нас не белый потому что некрасиво белый потолок такими темноватыми стенами и потолок у нас такой голубоватый вот дальше что у меня здесь здесь это ее и не хочу тут себя в зеркало показывать здесь это ее команда в которой она участвовала девчонки спортсменки и дочка моя сейчас я покажу кто она вот здесь вот это лора на нее как раз отсвечивает не которая в центре а которая слева надеюсь что вы узнали это лора наша а здесь ей зеркало повесила и на нем написано ее beautiful то что ты красива потому что у ребенка комплекс что у нее что-то не так вот так вот ей сделала здесь тоже это она лампочки приделала здесь потому что ей нравится ну ради бога и просит чтоб я не снимала здесь не лампочки здесь так а здесь у нее там корзинка стоит чтобы она туда складывал свою одежду дальше вот этот у меня раньше был армор у меня он спальне стояла теперь него некуда поставить я его дала здесь у нее телевизор стоит внутри диванчики сидит может телевизор с подружками смотреть и еще у него здесь она складывает летние вещи туда и так далее дальше сейчас я вам что-то интересное покажу надо свет включить сначала смотрите пока в эту сторону а теперь мы пойдем то что было здесь сейчас я повернусь здесь было две двери белые вот такие же белые двери но представляете в одной комнате вот это две две справа у него ванна мы туда тоже сходим это входная дверь дальше и потом вот здесь было две двери и это было у нее это клозет клозет то гардеробная куда можно заходить и они были все время вот они мешали когда например если диванчик стоит их открыть невозможно было вот которая слева то что я сделаю двери убрала сейчас они на чердаке повесила такую гордину и на гордине то что я сделала вот такие же шторы типа белые они одна к одному как здесь да видите вы из-за льна не сделано видите здесь какое окно еще оно такое интересное что большую гордину не это не очень получается прикреплять поэтому я прикрепила две короткие чтобы обыграть это окно дальше вернемся обратно вот я прикрепила гордину с такими хрустальными финилс называется по бокам да видите шариками и повесила шторы так что вот так красиво мне кажется классно дальше девчонки которые против бубенчиков вы против а я не это мне кажется красиво прицепи к предела его такую красивую тесьму это у меня осталось автоштор внизу я думаю что будет пропадать лежит все равно и и по цвету хорошо подходит все сделала у нас это самое что не есть всем нравится дальше вот так заходим и в ее клоузет здесь у нее так написано что на стене не вами сочинство спаркл это значит то что никогда не упускай случая чтобы блеснуть чем-то блеснуть можно хоть чем знаниями красотой и так далее дальше идем направо поворачиваем здесь у нее make up station make up station вы видите меня всем привет дальше вот так это вот так это тоже лампочки она все пределы здесь она наводит свою красоту ну как видите зеркало увеличительное зеркало все ее богатство потом я купила всякие такие разные стаканчики куда она складывает всю свою принадлежность здесь ей порядочек навела у нее довольно таки было все не очень вот здесь это я вытирала ей глаз клеймер ну ладно можете это проигнорировать вот так вот так ребенок навозит себе красоту дальше идем направо налево поворачиваем аккуратненько здесь наверху увидеть это ее имя это вот когда она вот в этой команде была большая такая команда на три года этим занималась чирлидинг девчонки все спортсменки и вот это для каждой девочки такую специальную вывеску делали когда к школе едешь вот эти вывески все стояли перед школой там вот сколько девочек столько и высоко стояла сколько там 20 человек сколько и это вот и когда вот закончился год мы можем их забирать и мы забрали домой ну чтоб на память вот дальше у нее этот павлин это еще унес с прошлой комнаты остался это ее маска на там на какой москорад ходила это девчонки это ее трофеи это бабушка и ей вышивала картинку рукой вот мама моя не лень же я была ну молодец вы превышала такую красивую картинку и с птичкой здесь она фотографию делала с чарли собачки нашей про собачку отдельно расскажу цветочек тоже того родила она еще в первом классе было фотографию в лагерь не ходила это на вывеску сама себе сделала здесь ее все подушки лежат ну что подружки приходят и каждой нужно по подушке подружкиной подушки а здесь ее там у нее лежит одежда которая свернутая здесь у нее висит одежда которая на вешалках и так далее здесь не целый такой большой комод куда нужно еще что складывать вы представляете классно вот это ребенка комната мне нравится у вас могут быть свои мнения но мне нравится дальше сейчас мы повернем так как на полу я вам покажу здесь здесь не такой красивый коврик лежит так трудно показывать когда не знаю как люди это делают я стараюсь вам стилю показать все так что вот так это ее комната сейчас зайдем в ее ванную заходим его ел ванную дню своя ванная с братом они не делятся потому что так сделано что все утильная сейчас я все дополнительно исключаю так здесь у нас свечивает здесь у нас так здесь у нас так здесь у нас так здесь у нас так вы поняли мои идеи здесь такая бабочка красивая я тоже купила в этом все же максию здесь у нас душ и и душ я стараюсь делать медленно чтобы у вас голова не загружилась смотреть на это все потому что помещение не такое большое понятно что что душ происходит так так дошли мы из ее ванны но у нее самая малюсенькая ванна доме ну хорошо все равно удобно что у ребенка отдельная ванна так что вот так вот здесь на потолке у нас вот так и что я вам еще не показала полу неудивянный и кодор мне тоже очень нравится кодор подходит к стенам идеально и я его купила в тиджи макси и он классный а здесь у нас что дымит это у нас дымит это не дымит это у нас пар такой идет потому что воздух сухой зимой и надо включать химидифайр вот это увлажнитель воздуха вот так что вот так скажите что вам нравится что вам не нравится ну еще что я хотела показать вот эта тумбочка все имеет смысл этой комнате понимаете эта тумбочка это еще у моего мужа была от его мамы она была такая короче я ее покрасила она была коричневая как раз такой тиффани цвет я покрасила чтобы сохранить что-то из семейного из семейной мебели остальное мы все продали такой гарнитур был старомодный довольно таки а тумбочку и покрасила давай давай говорю что-то одно сохранимый хватит ну вот так пока у меня есть возможность я посмотрела видео не получится сильная длинная про дочкину комнату так что я добавлю ответы на вопросы и которые пришли сегодня вопросы и возможно всем будет интересной я вам отвечу и так что видео будет немножко подлиннее но в то же время я отвечу на вопросы не буду тратить время чтобы писать такой интересный вопрос действительно в россии по возможности люди стремятся покупать жилье с голыми стенами и делать отделку квартиры и дома под себя как им нравится в сша люди предпочитают приобретать готовое жилье и даже с мебелью почему так мне приходилось жить уже обжитом интерьере и я чувствовала себя не своей тарелке как будто эта женщина из россии естественно пишет все кругом чужое не твои неуютно и и даже в чем-то брезгливо несет невзирая на то что все кругом это и перемыто не один раз я не говорю уже про мебель это вообще как личные вещи не принадлежит передачи в другие руки любая мебель несет отпечаток предыдущего владельца ауру истории запах покупать мебель бывшего потребления считаю возможно для временного потребления студентам или семьям с финансовыми трудностями или антиквар для реставрации то есть что в россии говорят об мебель не оставляют и покупают новую сначала на первую часть вопрос потом на вторую да действительно и я согласна и в америке тоже так же в основном люди если это их один единственный дом то не покупают чужую старую мебель но когда я делала дом на кипкоде это была другая немножко ситуация потому что там был дом люди покупали как второй дом очень много на кипкоде домов они синий больших таких размеров но есть и большие у кого много денег их люди покупают а как второй дом и поэтому если это их дом в отпуск они не хотят заморачиваться если им все нравится они хотят начать отдыхать там понимаете у них есть свой дом за которым они заботятся каждый день и они покупают второй дом чтобы приезжать туда в отпуск если они видят дом который все в нем устраивает это то же самое если вы будете в гостинице вы же в гостинице не сильно брезгуете там ночь проводить и так далее они даже купили с матрасами со всеми просто они это поставят новые чехлы на матрасы и начнут спать и потом но они меня спрашивали я им говорю я им показала все чеки когда я мебель купила и она была все новое и они знали что мы использовали это как второй дом также что там минимальное использование было понимаете поэтому все очень хорошо продалось но мы вот сами по себе мы никогда мы купили этот дом с мебелью мы от нее избавились потому что я тоже так же как и вы и брезгового мнение это но это не мастер был и хочу объяснить то что сейчас происходит с качеством мебели допустим в сша все мебель там а про то что продается я то что я вижу очень дешевое качество становится очень много сделано в китае она умеет ужасный запах и вот мебель которую я покупала 20 лет назад качество она лучше чем качество которое могу сейчас купить если только не идти к серьезным таким дорогим дизайнерам и плати там я не знаю по 10 по 20 тысяч за какой-то за какие-то красивые очень а например столы которые из качественного цельного дерева а не с фанеры если мы будем переезжать и там будет большой дом и в этом доме например будет красивая мебель а для парио это то что на улице вокруг бассейна которая в хорошем состоянии и она идеально подходит для этого места я скорее всего ее куплю у них в разумных пределах за цену если допустим у них какой-то будет на бывают такие трудные места в доме которые очень трудно подобрать там с арками сделано ли еще что-то что-то идеальное что подходит и люди занимают у них время чтобы найти это несколько лет чтобы найти идеальный идеальное что-то чтобы туда поставить и в то же время когда вы переезжаете она вам не нужно потому что никуда больше не подойдет и если вот такое будет то что мне будет отвечать моему вкусу вот такая уникальная мебель там 1 или 2 и она в хорошем состоянии я вижу что семья была допустим аккуратные чистые я не против того чтобы купить у них вот такое но это конечно не будет что мягкая мебель это будет то что только вот деревянная мебель или еще что такое интересное вот так что в таком плане я согласна с вами что здесь в основном тоже люди не покупают дома с мебелью если это их первый дом единственный дома если второй дом vacation куда они в отпуске ездят очень часто покупают с мебелью и продают тоже с мебелью на что никто не хочет возиться у меня знакомые рассказывали кто тогда покупали вторые они даже с простынями их покупали потому что не хоть им хочется просто зайти и в кухне все оставляли кастрюли все 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 и они вот так и продавали дома и так и покупали и как-то они не заморачивались на я не знаю вот нет точно я бы брезгов на чужих простынях спать но вот так вот делают и люди это я вижу во вторых домах они многие делают но я не знаю насколько часто с простынями покупают но одна прям хвалилась что она купила дом и все просто не и оставили вот она рада было но потом что еще хочу сказать что для детских комнат очень часто здесь люди покупают использованную мебель например вот я недавно поменяла комнату сына переделала там немного я вам тоже это отдельный тур сделаю там тоже красиво и я поменяла его кровать на большую и я продала его кровать за хорошую цену но опять же я вот те же самые трюки использовала у меня было идеально чистого его комнате идеальной фотографии я получила 50 процентов цены от такой которая была то есть ее не бит за бесценок продала я продала она стоила 2000 и вот этот гарнитуры я продала ровно за тысячу здесь людям которые вот видно виндами живут и прям он такой довольны и купил так что потому что качество хорошее и он обрадовался и купил так что вот так вот и и так и так смысле и с мебелью и без мебели продают надеюсь что я понятно объяснила и ответил на этот вопрос дальше расскажите про ценообразование домов исходя из каких соображений складывать цена производят ли оценку недвижимости оценщики или цена назначают хозяева цена складывается из того какого года ваш дом в каком районе ваш дом в каком районе это очень очень важно так что может быть такой же дом такого же размера но в неблагополучном районе у него столько стоит ну и район имеется ввиду в 5 милях какого города он принадлежит если в городе например мы живем в индаме у нас очень хорошие школы панихемширу самые хорошие публично паблик скул пабли то типа вот которые бесплатно в люди эти ход поэтому все стремятся переехать в индам и благополучный город благополучный район так далее но у нас очень высокие налоги из-за этого по сравнению с другими городами например налоги за наш дом стоит мы платим 20 тысяч долларов в год так что вот такие налоги если дом поменьше будут меньше но где-то вот так вот среднем люди платят от 6 тысяч до 20 зависимости какого размера у вас дом ну вот ну читайте но если отдать ребенка в частную школу то цены разные минимум я слышала 10 тысяч то high school и могут доходить сцены до 35 тысяч вот так вот где-то я знаю что в андовере школа по 35 тысяч год но это очень дорого на одного так что если двоих детей посылать в такую школу это будет 70 тысяч в год это просто high school это никакой не колледж ну вот у нас довольно таки нормальная школа и многие дети которые закончили школу в нашем городе поступили в очень престижные вузы поэтому у меня такое мнение мое если ребенок хочет учиться он будет учиться и в школе есть все необходимое чтобы получить образование в то же время я помогаю им получить помогаю им в том что я считаю у них не хватает образования слушайте я отхожу от темы капитально давайте это вернемся обратно к домам и школу мы вернемся немножко попозже так что складывается из таких соображений в каком городе у вас в каком районе в конкретном городе какие школы в этом городе какого года у вас построен дом и так далее в каком он состоянии и каждый раз когда будут продавать дом будет инспекция вот такой большой дом мы его покупали наш дом почему мы сбили цену потому что мы сказали не будет никакой инспекции потому что я знаю если дом совершенно новый в нем никогда никто не жил это глупо устраивать инспекцию потому что давать две недели назад про его проинспектировал building inspector и он получил occupancy permit это разрешение на то что могут здесь жить люди эти building инспекторы вот городские инспекторы они настолько дотошные что они тут везде нос свой засунут и они все проверили и это было бы бесполезная трата денег устраивать такую инспекцию на когда вы знаете то что только что дом получил свой occupancy permit и он совершенно новый и и плюс строить кто устроил это вам дом они вам дают на один год гарантию что если что-то не так они вам будут ремонт сделают это придут обратно в порядок то что у нас было небольшая проблема с кондиционером и это все было покрыто так что вот так надеюсь что я ответила актуз а кто устанавливает цену это ваше согласие кто продает дом тот и соглашается на цену или нет как за сколько они его будут продавать но если они не не резана был что если они запрашивают сильно высокую цену просто они его не смогут продать вот будут сидеть как вот это дяденька который продавал этот дом сидел он два с половиной года на этом доме и запрашивал огромную цену и потом в итоге он продал для нас его на двадцать пять процентов дешевле чем мы ему предлагали а вообще его цена я была на 50 процентов выше чем вот он в конце концов получил потому что он долго сидел и гнул свою цену и не видел и вот реальность как бы вокруг что вокруг за сколько продавалось и так что вот так но с тех пор как мы купили мы очень много в этот дом вложили денег мы закончили все комнаты дополнительно в ванных мы закончили и так далее так что не то что вот мы как въехали ничего не делали много вложили в этот дом например полы вот у нее в комнате у нее были ковровые эти покрытия ковролин которые я считаю это перезворники и мы заменили на вот такие деревянные полы и только в спальнях а в остальном везде вас в других местах были уже деревянные вот только в спальнях во всех были эти ковролин и вот это заняло у нас вот это было большое такое вложение потом мы построили бассейн это тоже мы сами сделали и мы закончили в подвале внизу это тоже что мы сами сделали так что цену назначает сам сам продавец но он конечно если он умный он будет советоваться с профессионалами так как кто в real estate работает а потом ну тоже в real estate иногда приходят агенты и назначают и говорят о я вам тебе за столько продам и они врут они обещают что продукт за да за более высокую цену а в реальности просто чтобы получить вот этот листинг чтобы вот получить контракт они врут обманывают и говорить неправду и дом сидит на маркете по три по шесть месяцев и так далее цена начинает падать и в итоге людям некуда деваться они продаются дешевле поэтому нельзя нужно смотреть реально глаза и быть осторожны вот с этими с агентами которые могут вас немного вот так вот обмануть но в то же время я считаю что агентам нужно быть честными и сказать вот то что мы делаем что вы можете сделать чтобы улучшить как вот то что я делаю видео вчера чтобы улучшить ваш имидж вашего дома и вот такие маленькие такие небольшого вложения трюки они пойдут вот именно в америке не знаю как это в россии они вам сослужат большую такую будет вам очень полезно если вы это сделаете и вы получите максимальную цену хорошо но это вот так надеюсь что я все осветила и спасибо огромное за ваше участие в нашем разговоре какие женщины вас вдохновляют и вот одна женщина написала что тоже ее наталья зовут что ей тоже нравится елена манинан и она была впечатлена насколько вот эта женщина сколько сколько много нам всего добилась и сколь какой как она коснулась жизни других людей вот я вас всех призываю посмотрите вот сколько можно сделать если у человека хорошее доброе сердце вот я вам рекомендую почитать про елену манинан как она переехала из франции обратно в россию и она у нее своя гостиница в городе пляс это на берегу волги в которую я бы мечтала там остановиться на несколько дней я бы мечтала но это надо как бы вот согласовать семьей с мужем и так далее я вот это была бы моя мечта и познакомиться с ней и хотя бы поговорить мне что мне кажется она настолько вот интересный человек вот так вот а вот вот огромное спасибо что вы предложили свои кандидатуры потому что интересно узнать на кого вот наши женщины смотри не нравилась карли тахара мне тоже нравилась карли тахара но она герой она не настоящая женщина так же да ну вот кто-нибудь с таким характером конечно мне бы нравился но немножко она конечно шла как говорится по черепам и по костям но она делала то что надо было ей делать в ее жизни она это не было что ее можно сломить и она за свое боролась как говорится место под солнце но пока она боролась за место под солнцем она упустила то что в книге унесенной ветром она же как бы много связалась зациклилась на этом эшли который был не знаю и пропустила мимо пальцев это но в другое в продолжении в книге там в скарле да там же она вроде опять с этом месте но не знаю короче вот так а ну еще другие кандидатуры предлагали что там всякие кинозвезды и так далее но кинозвезды это знаете они показывают нам мне кажется кинозвезды то что мы хотим видеть да или то что они хотят показать мы как бы всю правду далеко не всегда знаем например из кинозвезд мне нравится софи лорен потому что у нее какая-то внутренний стержень есть это да но я не против кинозвезд мне тоже кинозвезды многие нравятся они такие красивые да на них смотреть приятно и они в себе уверены и все такое да мэрилин монро мне очень нравилось но она вот жизнь у нее была такая она кстати очень глубоко я про нее много читала неуверенный в себе человек она была по жизни она не не было у нее комплекса что она вот себя настолько любила хотя такая красавица была вот и как она печально ее жизнь окончилась что она даже до сих пор не могут я не знаю по моему до сих пор не могут разгадать причину как почему ну вот естественно что она на пербитуратах она была передозирована от этого была но неизвестно что ли это или у нее было самоубийство или кто-то ее действительно убил так что ну вот это про нее то что я знаю ну мне нравилось ее как бы волна рабились и что ее уязвимость и в то же время ее сила как вот она она очень интересная актриса была и она все время переживала за то что мэрилин монро что ее люди воспринимают как вот типа вот только красавицу и не видят то что у нее есть а душа и что у нее сердце она хотела быть больше чем просто вот такой блондинкой красавицы то что мне кажется это важно вот насколько она еще в таких бедных условиях жила в то время кинозвезды в америке по сравнению с элизабет стейлор мэрилин монро жила в очень таких спартанских условиях ничего особенного у нее не было так что вот так но оставила большой отпечаток на кинематографе на американском по крайней мере вот так девчонки слушайте так интересно с вами общаться пишите и будем общаться и короче развивать наши отношения ну в общем всего хорошего пойду я заберет забирать детей школы они мне звонят говорят мама приезжай и я поеду их забирать а потом я их повезу в джим и так далее и у меня вторая половина дня мне не принадлежит так что принадлежит детям всего хорошего до новых встреч до свидания девчонки слушайте я пошла и нашла специально для вас чтобы показать сколько у меня осталось и когда я шью кому-нибудь шторы сейчас уже не шью уже лет пять когда я шила у меня оставались вот эти бубенчики у меня их смотрите сколько есть есть такие людям шила есть вот такие это все на запрос есть такие есть вот такие представляете это все был заказ от людей а вот эти были у меня у дочки такие прекрасные были шторы шелк чистый шелк вот так и так вот это было вместе вы увидите фотографию и вот это было вот так пришита это было настолько красиво в детской комнате вот так еще у меня есть вот такие такие это все что я людям шла еще у меня много кучи всего есть я просто то что было на поверхности я вытащила у меня там еще что двадцать наверное есть таких разных бубенчиков так что это у каждого свое и в каждом вот за городом у нас здесь все любят наши соседи вот такие шторы так что если поедете в бостом там наверное только это будет шикарной гостинице и тоже такое есть я это видела понимаете в центральных больших красивых гостиницах есть такие шторы так что не думайте что все холодное и современное только сейчас так что классика тоже еще в стиле но надо все иметь как бы меру во всем не чтобы вот не уподобляться такое вот старомодное все если все в меру то все можно использовать хорошо вот такая у меня такой у меня посыл на сегодня еще немного про разницу почему здесь хотят покупать покупать дома в очень таком ухоженном состоянии потому что люди переезжают очень-очень много например у меня у знакомых у нескольких мужья теряют работу это действительно это реальность особенно если вот высокооплачиваемая работа на серьезных в серьезной компании эти компании часто мерч делают то есть они сливаются и они увольняют очень много людей и люди которые вот купили такие серьезные большие дома у них дети в школах они теряют работу и они ищут новую работу как обычно это делают они берут headhunters то есть люди которые есть специальные компании которые помогают им найти новую работу которая бы платила примерно столько же денег сколько вот они потеряли они не идут на компромисс они не идут на другую работу которая например они могут найти местную работу где они будут получать в два раза меньше они на это не идут они ищут работу которую ну будет оплачиваться ну у них такой же будет высокий заработок сохраняться и часто то что они находят это не рядом не здесь они должны переехать далеко например на Мидуэст они должны ехать в Калифорнию или они у меня вот недавно знакомый муж два раза за последние три года потерял работу сейчас он нашел работу во Флориде и он сейчас там квартиру арендует она здесь живет и еще решает будет она дом продавать или нет в итоге конечно она будет его продавать и это сплошь и рядом что люди теряют работу и они должны переезжать это часто очень встречается поэтому когда они переезжают из-за этого или они нашли лучшую работу где не обязательно потеряли если они нашли лучшую работу и они едут за этими деньгами что все здесь мы больше исключения с правил что мы не так много переезжаем по сравнению с другими людьми но люди переезжают очень много особенно люди которые хорошо зарабатывают они стремятся найти более высокооплаченную работу и следуют за этим поэтому когда они переезжают они не хотят например переезжает муж детей нужно срочно отдать в школу и у жены нету ни желания ни времени заниматься ремонтом дома поэтому все хотят найти дом в идеальном состоянии лучше всего новый но новых построек очень немного это вот у нас в районе очень строится новые дома а вообще по Америке в хороших стаблишт районах где вот хорошие школы немного новых построек потому что у нас город растет быстро поэтому у нас есть новые постройки вообще вот хороший город в Массачусетте например Эндовер и так далее там нету много новых построек поэтому дома будут все использованы но эти дома чтобы у вас купили люди с достатком они должны быть в идеальном состоянии при продаже и никто не хочет покупать дом и начинать там такой большой ремонт вот потом ремонт в квартире и ремонт в доме это две разные вещи потому что я делаю ремонт и в квартире и в доме в квартире у вас только кухня которая небольшая и одна и две ванные комнаты в доме это это неимоверно если вам нужно переделывать кухню в доме в котором допустим вам нужно жить и муж вас нашел работу это это никто не хочет этим заниматься хотят все въехать и начать жить потому что всем нужно идти на работу отдать детей в школу и не и не жить среди стройки и невозможно так чтобы купить новый дом не продав старого таких чаще всего нет таких денег у людей поэтому продают старое переезжают в новое и не хотят жить среди стройки поэтому покупают такое чтобы уже можно было въехать и потом могут делать ремонт но это никто не любит делают но это не любят бывают такие любители которые любят это делать но в основном 90 процентов людей не хотят этим заниматься хотят въехать и начать жить фокусироваться на работе и могут идти на компромисс с тем что их окружает но поэтому когда люди какие-то новшества вводятся у дом надо думать если вы сделаете сильно по своему вкусу и что не будет нравиться другим никто это не купит и будет дом сидеть на маркете по полгода по году и в итоге никто это не купит так что я видела есть некоторые блогеры я не буду называть имен то что они делают это они такие там улучшения к своим домам сделают которые потом этот дом будет очень сложно продать поэтому нужно думать немножко вперед когда вы будете этот дом продавать допустим в Америке не делать никаких от себя один и не делать никаких таких улучшений которые только вам нравятся нужно думать о том что в вашем районе нравится другим потому что неизвестно сколько вы этот дом будете держать а когда вы его продадете все эти деньги вы не вернете так что если у вас индивидуальность нужно проявить вот людям которые писали посоветуйте что нужно делать делать нужно то что индивидуальность проявляете в вещах которые вы можете взять с собой вывезли вы эту мебель и это ваше а вот в кухне не приделывайте линолеум на стены такого не надо делать я видела это у блогеров клеют линолеум на стены и так далее еще какие-то такие плитки нелепые такого делать короче не надо нужно все выбирать посмотрите как сделано в округе и выберите то что вам подходит и небольшое индивидуально индивидуальность нужно добавлять через то что вы можете с собой легко из этого дома взять не надо это приклеивать на стены обои пожалуйста я вам советую в Америке ни в коем случае этого не делайте в России прекрасно мне нравится мне тоже обои нравятся только может быть на одну стену и только например если в ванной комнате сделать обои в гостевой ванной комнате такого нейтрального нейтрального рисунка на стены я бы не рекомендовала если вы в Америке покупаете дом ни в коем случае не клеите на стены обои потому что вы потом вам сложно будет этот дом продать потому что у всех свои вкусы и люди не хотят тратить время это очень дорого удалить обои со стен хотя мне обои тоже нравятся но я на стены в своем доме обои клеить не буду может быть только на одну стену где-то если у меня будет особый дом и они должны быть очень такие нейтральные так это вот я надеюсь что я ответила некоторая женщина пишет что они покупают дом и какие советы как выбирать в каком районе как район должен быть так выбран хороший ли у вас школы благополучный ли у вас район вот так только на вот эти две вещи смотрите и чтобы не было рядом таких заброшенных домов не было трейлопарк знаете что такое трейлопарк где в вагончиках люди живут вот такое чтобы рядом не было чтобы был благополучный район в благополучном городе смотрите по достатку и чаще всего говорят что лучше купить самый такой не очень такой ухоженный дом на красивой самой улице и самим его если вы хотите вложить деньги разумно и самим этот дом улучшить поднять поднять в цене когда вы будете выбирать краску для дома выбирайте нейтральные цвета не выбирайте цвета такие как ярко-зеленый ярко-желтый фиолетовый синий яркие такие цвета не выбирайте и смотрите что в округе у вас есть не делайте ничего что нету соседей хотя бы какие-то элементы должны немножко повторяться потому что если ваш дом будет выделяться даже если вам будет казаться что это так красиво это вряд ли будет нравиться многим если вы его продадите через пять лет то вам трудно будет вернуть все все ваше вложение короче это мои такие советы а у вас жизнь своя и советы как вот свекровки же будут я тоже наверное буду свекровкой да и будут невесткам давать советы и они иногда обижаются что их советов не слушаться ну так и вы можете моих советов не слушаться я вам могу их дать а это ваше дело их принимать или нет а я даю свои советы основанные на том что я видела что случается в каких ситуациях то что люди иногда вложатся а потом они обижаются что почему они не могут все деньги вернуть вот они выбрали этот линолиум на стенку приклеили и столько денег тратили никто за это платить не хочет и говорят вот я эти обои они такие дорогие а здесь вот в америке за это никто платить не хочет наоборот хотят чтобы вы им заплатили чтобы это все снять так что вот так а если шторы у вас красивые вот именно они красивые то вот за это вам люди или они у вас их немного купят за небольшую плату или попросят вас оставить и это прибавит добавочной стоимости но они должны быть со вкусом сделаны и по потому что приемлемо вот в этой в этом регионе ну конечно не всякие шторы можно продать кстати я все свои шторы в которых я жила в местах все люди купили с удовольствием так что вот так и я знаю о чем я говорю так что вот удачи вам и пишите вопросы я буду с удовольствием на них отвечать я буду с удовольствием отвечать а